Приветствую каждого игрока от овощей до статиста на моем канале. Сегодня мы поговорим о ВК-168-01П. Почему? Потому что его завезли к нам в магазин. Его все время завозят, когда начинается гравитация, и этот раз стал не исключением. Завезли его за 5500, что по-моему чуток многовато для этого аппарата. Его, кстати, можно было получить в ивенте, но ивент уже был довольно давно, а сейчас, к сожалению, ивенты делают на танке 6 уровня. Но зато можно голдишки поднять. В этот раз я не буду показывать расценки на этот танк, которые были ранее. Я вам говорю просто, что он стоил 5000, и его можно было за 5000 покупать даже не единожды. Я этого парня приобрел довольно давно, за 4500 на черную пятницу, на черную пятницу 2020 года. То есть он у меня уже тусуется где-то полтора года, и я, в принципе, на нем нормально так покатался, и могу сказать, что танк слабоват. Очень слабоват, и, в принципе, покупать его, наверное, даже и невыгодно, учитывая даже вот эту стоимость 5500. Но зато нам положили интересный камуфляжик в эту стоимость. То есть за 5500 мы уберем его с камуфляжем, который светится и выглядит довольно красиво. У меня у самого довольно-таки похожий камуфляж, тоже фиолетовый, но не инвейдер. Он не светится, не переливается и не выглядит так эпично. Мне кажется, светящийся камуфляж, он все-таки покрасивее будет. Ну и тут оборудку еще положили. Естественно, в черную пятницу никаких оборудок там по мини не было. Также, кстати, нам завезли еще ВК-4503. Про него я особо рассказывать не буду, но вот ВК-4503, в принципе, танк интересный. И за 3,5 его можно взять. А самым лучшим предложением, естественно, я считаю вот это предложение сразу на 2 ВК-шкника за 8500. Почему я его так считаю? Потому что, во-первых, тут получаете еще 30 дней према. А это, ну, ни много ни мало, но все-таки хоть какая-то экономия голды. Чисто теоретически это целый косарь голды. Плюс получаете оба этих камуфляжа, небольшую скидку на весь набор. Потому что у вас так получается, если вместе эти танки брать, то 9000, а тут 8500. Ну, в общем, приятное предложение, но много денег она вам, конечно, не сэкономит. И возвращаемся опять к ВК-168-01П. Давайте сразу закатим в бой. Закатим в режим гравитации для начала. Почему в гравитацию? Потому что в гравитации этот танк раскрывает себя наиболее полноценно. Он показывает себя с лучшей стороны именно в гравитации. Прям ни капли народа. А, вот 10 человек появилось на 8 уровне. Хорошо, может быть, нас все-таки пустят. Я играю сейчас у нас почти 5 утра. Ну, и сами понимаете, игроков немного. Но танчик-то я вам показать должен. Должен. О, нам повезло. Ни одного ВК-168-01 со вражеской стороны. Это уже задел на победу. Что, попробуем просто прорашить и просто протаранить. Я думаю, это ничем хорошим на самом деле не кончится. Обычно такие пируэты заканчиваются какой-нибудь полной хренью. Вас быстренько отправляют в ангар. Но попытка не пытка. Хочется. Хочется. Хочется вот именно показать, как он умеет таранить. Как классно у него это получается. Тем более, нам немножко повезло с картой. Она довольно-таки коридорная. И если кто-нибудь сейчас сюда куда-нибудь вылезет. О, ЧИТО СПГ. Давай, ЧИТО. Стой, ЧИТО. Стой, ЧИТО. Вот засранцы. На меня поехали. Сверху спустились. И сразу же на меня решили вкатывать. Ну да, ну да. Так я с вами и остался тут сражаться. Конечно. Давайте немножко отступим. Потому что все парни у них поехали наверх. Вот этот ИС-2Ш, он что-то в игре понимает. И я боюсь с ним сталкиваться. Поэтому пока что просто постреляемся немножко. Пушка не очень точная, но зато альфовая. Альфа у пушки реально приятная. И с этой пушкой можно. Можно творить грязь в рандоме. Ну и в гравитации тем более. Давайте сейчас попробуем. Этого пацана немножко поджать. Опа. Кто-то все-таки напоролся. Давайте еще разочек. Пока он никуда не уехал. Красота. Красота. Вот такой вот танк. ВК-168. Поехали теперь заберем. Там у нас остался КВ-4. Этого пацана тоже будет довольно легко забрать. Ну и льва кстати мы может быть успеем покрошить. Если повезет. А где у нас КВ? КВ, ты где? КВ, не бросай меня. А, он уехал туда. Ну ладно, поехали за львом. Поехали за львом. Прямо борьемся. Прямо сверху. Вот так вот. По опаске. На тебе дружище. Куда ты там собрался? Да ну и что вы делаете? Вот. То, что в рандоме вам никто не помогает. Это конечно удручает. Прямо реально удручает. Хочется то вмазаться как следует. А получается, что вы вмазываетесь ну так. Слегка. Легким касанием, как говорится. Ладно, поехали за КВ-4. Видимо не зря я о нем думал. Хотел, думал. Нагадал. Стреляем просто на рандом. Естественно с нашим разбросом это почти нереально. Куда ты поехал дружище? 515 мы ему закидываем. И проезжаем чуть-чуть дальше, чтобы нас не убили. Все, его кто-то там добрал. Просто там сухарь стоял. Я не хотел под него подставляться. Так. Ну и что? Едем за сухарем. У нас остался сухарь. И не поверите, АТ-15. АТ-15 кстати опасный парень. О, сухарь на стоковой пушке. Ну да, ну да. Еще и подлет использовал. Это ты зря друг. О. До свидания. До свидания. Ну вот как-то так. То есть ВК-168 что-то из себя представляет в этом рандоме. У нас победа. Мне кажется изи. 4683 урона и 2500 тарана. То есть вот. Именно в режим гравитация. Именно в гравитацию. Его нужно выкатывать. Хорошо. Тут все у нас прекрасно получилось. Давайте. Давайте еще один бой закатим в гравитацию. В этот раз сыграем так более-менее аккуратно. Постараемся. Ну не лезть на рожон там. Хотя ну вот видите. Иногда тактика лезть на рожон как раз таки срабатывает лучше всего. Я просто поехал. Просто даванул. Ну там немножко спрятался правда от ИСа. Но тем не менее. Просто поехал. Просто даванул. И в принципе все отправились в ангар. Довольно таки быстро. Главное выбрать цель которая отделилась от основной стаи. От основной группы. Ну то есть если расценивать танки как какое-то волчье логово. То вот когда кто-то из волков остался позади. Вот на того и надо нападать. Иначе они вас просто загрызут. Целой стаей. Давайте поедем в эту сторону. Карта тут довольно таки плохая для нас. Здесь будет сложно кого-то заломать. Потому что уехать можно практически и направо и налево. И куда хочешь. И вот здесь начнутся кстати у нас проблемы. Но шансы есть. Шансы есть. Вот например Тигр 2 там едет. А я уже поехал за Химерой. Надо было на Тигр 2 на самом деле ехать. С Тигром было бы проще. Давайте Химере по жопе сейчас дадим. Не дадим. А Тигр 2 кстати туда поехал. В воздухе стрелять конечно на нем это то еще удовольствие. Практически нереально попасть. Ну вот я вам вас заверяю прям. Почти нереально. О Тушкевича. Вот Тушкевича это наш клиент. Он тем более смотрит куда-то хрен знает куда. И может быть. Может быть. Мы успеем до него доехать. На тебе. Даем ему одну плюшку. Для того чтобы его было проще заловить. Ну и в гусеницу его долбасим. Он сейчас разворачиваться будет 30 лет. Мы успеем сами развернуться. И докинуть ему еще один снаряд. Все забрали. Забрали Тушкевича. Так. Светляк это конечно проблема. Его я хрен догоню. Поэтому поеду пожалуй за другими пацанами. За кем-то повкуснее. Давайте за вазиком съездим. Ну в принципе кстати не так уж плохо получилось. Может просто утром какие-то рандомы тупые играют. Давайте плюшку попробуем закинуть. Ну видите. Разброс настолько адский. Что вы просто не попадаете. Я думаю он сейчас улетит. Ну далеко от меня улетит конечно. Все давай. Дружище. Ангар. Так. Химера. И вафля остались. Ну 49-ку я в последнюю очередь буду гонять. Так. Давайте прицелимся. Ай рикошет. Жаль. Ладно. Брони у нашего пацана кстати не особо много. Он выглядит конечно внушительно. Ну вы думаете что он такой маус короче. На своем уровне. Но на самом деле не совсем. Не совсем так. Он все-таки чуть-чуть послабее себя чувствует чем маус. Но все равно неплохо. О объект 704 остался. Ну-ка. Давайте подрубим наш форсаж. Полетим прям к этому объекту. Жаль что он сейчас уже откатит свою фигню. Прыгалку эту сраную. Которая меня бесит. Вот когда прыгалки не было. Тогда было прикольно играть. Тогда и фармить было прикольно кстати на тяжиках. Ух блин. Сколько я денег нафармил. На этом ВК. Вы себе не представляете. Вот тогда он реально стоил того чтобы его купить. Ну давай прыгай. Засранец. Не не прыгает. О прыгнул. Отлично. Так куда он полетит. Ага его в стену там впечатали. Ну неужели сверху останется. Нет. Ну почему так. Почему. Почему. Все потому. 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 Что светофор. Зеленый. Сейчас меня еще YouTube забанит за то что тут песни пою. Ладно. Не на самом деле очень расслабляешься когда ездишь на этом ВК. Прям реально расслабляешься. Давайте сейчас после этого боя его характеристики вот немножко глянем. А то ну не интересно же просто катать и ничего не знать о танке. Да. Посмотрим на его бронирование. Оно у него специфическое. У него тут половина борта это реальный борт. Половина борта это кое-какой экран. Ну который не особо сильно спасает. Но в принципе через него пробить сложнее. Однозначно сложнее. Ну все. 49. Доигрался. Так. Давайте сейчас бой закончится. Победа. Да. Кто бы сомневался то да. Ну в этот раз мы только 2500 нанесли. После того как ввели вот эти медали. Конечно фармить стало невозможно. И вот немножко о танке. 1900 ДПМ. Ну это конечно копейки. Это реально копейки. Единственное что радует это альфа. Вот 460 это серьезная альфа. То есть даже для тех же и соподобных аппаратов это внушительно. У них по 400 альфы. А у нас 460. У нас КД долгая. Охренеть какое долгая. КД 14,3 секунды. Это очень долго. Разброс просто космический. Сведение адское. Ну в общем попасть на этом аппарате очень сложно. Благо 8 градусов УВНов. И то они не особо помогают. Потому что у нас такая махина здоровенная. Что мы просто не можем из-за горки как-то стрелять. 20 километров в час по прямой. 15 назад. Это жесть. 8 лошадиных сил на тонну. Это очень жестко. Реально очень жестко. Он вообще не едет практически. Нет. Есть конечно Лев. У которого все похуже. У него там 7,3. Вот представляете как едет Лев. Или представляете как едет КВ-5. Вот примерно с такой же скоростью тащится ВК. И то мне кажется он как-то немножко медленнее. Это все равно делает. Вот не знаю по какой причине. Может из-за низкой максималки. Точно. Скорее всего из-за низкой максималки. То есть он выше 20-ника. Он свой 20-ник берет. А выше 20-ника подняться не может. Вот допустим тот же КВ-5. Он может свои 40 выдать. Ну чисто теоретически может. Из-за этого он едет ну вроде как быстрее. А этот парень нет. Выше 20-ки вообще никак. Ну только может с горки какой-нибудь. Ну и естественно у нас очень много ХП. КВ-1950 это практически максималка на восьмом уровне. А по проценту побед у нас все не очень хорошо. Но и я бы не сказал что прям совсем печально. 51% это конечно не предел мечтаний. Но это лучше чем у Льва и даже у КВ-4. У КВ-4 вообще страдалец. А вот у КВ-5 после поднятия бронирования как раз таки все стало очень хорошо. Он реально броня. Давайте еще посмотрим на бронирование. И пока что я запущу обычный бой. То есть пока мы там грузимся мы как раз и рассмотрим бронирование. Вот тот экран о котором я говорил. Ну как бы экран есть. Он небольшой. Но приятно что он вообще есть. Здесь борт бьется легко. Танковать от борта можно вот только под каким-то таким углом. Здесь вот этот кусочек простреливается вообще в легкую. Вот здесь щечки на голде стреляются тоже в легкую. И башенка стреляется конечно же тоже в легкую. Так и у нас бой начался. Поэтому поехали смотреть что у нас тут. О попали на коридорную карту. Немножко нам повезло. Ну вот. Вот. 20 километров в час. То о чем я и говорил. Вот мы как набрали эти 20 километров в час. Вот так мы и тащимся. Если бы ему максималку подняли хотя бы километров до 40. То этот танк бы игрался намного лучше. Прям реально намного лучше. Потому что он в принципе до 40 бы разогнался. Да. Со временем. Там не быстро. Ну он такой неторопливый парень. О смотри. Че танкуем. Приятно. Так мы выкатываемся вместе со всеми парнями. Но мне объезжать вокруг это вообще какой-то ад. Поэтому я просто хочу закатить на ИСа. Надо выждать пока морковка отстреляется. Так ИС отстрелялся. Морковка отстрелялась. Все. Надо выкатываться. Надо выкатываться и забирать этого засранца. Так давайте. Таранчика немножко применим нашего фирменного. 250 получаем. Это интересно голда была или он выцелил там. Давайте посмотрим. Куда он там попал. Не могу посмотреть. Боюсь. В башенку попал. Ну видите. Башенка простреливается вообще в легкую. Так. Пацаны. Вы так встали. Что? Мне вообще не выползли. Ну вот. Наши 8 градусов УВНов как бы. Но мы очень высокий. Очень высокий танк. Давайте проедем. Не будем мешать парню нашему забрать этого пацана. Хотел не мешать. И в итоге по-моему помешал. Кстати. Раз у меня есть ускорение. Давайте попробуем у этого затаранить. 20 километров в час. Ест. Давай. Пуфуфу. Серьезный аппарат. А это смешно. Блин не смог выцелить его как следует. Ну ладно. Ой слушайте. Наши победили. Да чё ж так быстро то. Ну это вообще прям. Чудеса какие то. На самом деле аппарат ну такой себе. Ну то есть вы видели. Я все время пытался доехать до кого то. И мне постоянно не хватало скорости. Со сведением проблем не было. Ну потому что мы дрались практически вблизи. Вот прям нос к носу Если бы это была какая-нибудь рельефная карта А не вот такая коридорная Было бы проблем намного больше Давайте еще один бой в простом рандоме закатим Ну для того, чтобы понять, как это будет играться Все-таки в рандоме Будете ли вы его выкатывать в рандоме или нет То есть вообще он что-то из себя может показать Ну я даже не доехал Банально не доехал Вот я пока весь бой проходил Я просто ехал, 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 ехал И что-то там у меня получилось настрелять 900 урона Охренеть Вот какой я полезный Давайте еще разочек заедем Ну а то вообще как-то грустно Давайте пока загружается Еще разок взглянем на броню Сзади у нас броня кое-какая есть Этого не хватит ни одному аппарату Для того, чтобы фугаса нам закинуть Кроме разве что каких-то реальных жестких фугасных монстров Да и то будет им сложно В принципе, ну не фугаса приемник Но вот если бы этот скворечник подзашили И вот здесь вот шапочку еще сделали Немножко поменьше Он бы может танковал намного лучше А так сейчас, ну, такой себе аппарат По броне довольно-таки посредственный Есть броня получше Тот же Объект 252У КВ-5 вообще эталон брони Вот реально из крупных танков Из массивных танков Ну, не знаю, относить его к супертяжам или не относить Ну, плюс-минус супертяж, да? Вот У него брони охереть как много Слушайте, плохо Очень плохо Там сейчас вафля приедет А у нас тут все картон, блин, по вафли Вот она будет пробивать нас 10 из 10 Я не знаю, куда мне тут спрятаться Буду потихоньку ехать Ну, скорее всего, я сейчас огребу Огребу как минимум на 600 Слушайте, не приехал что ли? Да ну нахрен О, какой сочный вертухан по-борщецкому Ну, чисто по приколу кинул Я думал, что они там стоят Но не думал, что я не засвечусь Ни хрена себе Вот это удивительно Ну, просто аппарат сам по себе здоровенный И то, что он не засветился Это, конечно, чудеса Мы все еще едем Я вам напоминаю, что я вообще не останавливался Я вот как ехал, так и еду Попробую сейчас, наверное, обрадовать 252-го Или может быть Йоха Хрен его знает Кого тут лучше радовать Наверное, Йоха лучше порадую А то Йох на последнем издыхании Может его получится забрать Пока он три снаряда мне не засандалил А то он меня сейчас будет вообще Пробивать без проблем И не хотелось бы от него получать лишний раз Давайте, наверное, по этому парню кинем А на Йоха поедем таранить, что ли? А, его забрал из третьей Замечательно Ну, просто урончика хотелось срубить побольше В этом бою показать, какой будет фарм у вас в рандоме Ладно, давайте этого пацана заберем Потому что у нас КД очень долго И я вряд ли успею до кого-либо доехать Пока у меня КД идет А, тут Эмилька еще пасется Давайте к Эмильке съездим Попробуем по крайней мере съездить И там еще Вафляцкий Вот Вафляцкого бы стрелять, а? Вафляцкого не получается Так, 54-ка, еще 54-ка Так, ну-ка давай парень Опа 475 мы ему загружаем Он должен пригорюнить немножко Но он все еще пытается нашего Е-75 разобрать А что вы так на Е-75 согрелись? Пацаны Давай, эстрите, я в тебя верю Бросаю наших пацанов Потому что, если я не поеду туда Я не успею вообще Вафляцкий, нет Ооо, кто-то без подбоя ездит Ну, это вообще супер Поехали, поехали, поехали Включаем форсаж И двигаемся 21 километр в час Вот это разгон Вот это скорость У меня прям Какие-то ощущения Что я на скоростном болиде И опять фугас не залетает Практически сколько тут метров Не знаю Ну, метров 50 Ну, 100 Обидно? Не то слово Сейчас бы мы реально могли бы Уже его подзабрать Так 621 Да что же вы без подбоя-то катаете? Танкуем? Ни хрена себе Вот это я понимаю Вот это эталон танкования Ну, давай Все, ангар Остался Вафляцкий Че ты убегаешь-то? Куда ты поехал? Сидел бы там в углу Чтоб я до тебя доехать хоть мог Ну, все Меня тут все обгоняют Все его убивают Это бесполезно Ладно, проеду, конечно Чуть-чуть попытаюсь Ну, бесполезно Как я и сказал И мы опять побеждаем Чудеса Просто чудеса В этот раз ВК показал себя во всей красе Берите все Ребят Смотрите 3424 урона Че у меня там? Первая степень Эх, жаль Первая степень Блин А ведь мог бы быть мастер Вот было бы эпично Если бы я еще и мастера здесь схватил Да Это было бы, конечно, показательно 3424 урона Вот это я понимаю Давайте посмотрим, что все бои были сыграны подряд О, забрали наши 15 х-трешек Не ожидал, конечно, что на этом аппарате я их возьму Но получилось так получилось так А, ну да Один бой я играл разминочный У меня там ни хрена не получилось Это я в гравитацию залетел Ни хрена не добился Минус 5000 В общем-то ничего такого путевого не сделал Это я залетел и решил просто кого-нибудь потаранить Попытка не пытка, как говорится А здесь мы уже начали нашу запись 4683 урона Так, давайте посмотрим по деньгам 90 тысяч кредитов Вот так вот То есть 90 тысяч кредитов за 4500 урона Даже за 4700 Практически команда наша не играла Играл только я, считайте Давайте следующий бой Тут 2500 у нас получилось 57 тысяч кредитов Я говорю, не фармит аппарат в режиме гравитации Отменили медали И без медали получается сплошная хрень Вот, кстати, здесь у нас никаких медалей нету И в итоге мы имеем 22 тысячи Смех, да и только Просто реально смех Мы будем отдавать Вот скоро у нас там ивент этот начнется Будем отдавать там по 200 тысяч А получаем мы 22 за один бой Ну это просто жесть Ну и в итоге вот я где-то тут в низинке Потому что просто ехал И всегда не успевал доехать И в этом бою удивительно Я накидал 3500 Но это очень большие цифры для этого аппарата Я еще засветил кого-то на 793 То есть я светляк, блин Со своими 20 километрами в час 100 тысяч кредитов получил Ну, заслуженно я считаю Что я 100 тысяч кредитов получил И здесь мы накидали 3424 Если бы я знал, что Вафлянский поедет туда Блин, кстати, если бы фугасом Попал по Вафлянскому То скорее всего был бы мастер Я бы еще 6-хатку заполучил Офигеть Вот это мне не повезло Представляете, парни Столько урона пошло коту на смарку Эх, а так был бы мастеросик Вот было бы приятно Ну, все, что надо Про аппарат я рассказал В принципе, вы видели То, что он что-то там танкует Ну, на самом деле Он не так плохо Что бы кто ни говорил про него Все-таки за 5500 этот аппарат Именно вот этот аппарат Можно поставить себе в ангар Почему? Потому что на нем, в принципе Интересно катать в режиме гравитации На нем можно в рандоме выкатить Ну, чисто по фану Он не всем зайдет Киберспортсменам он вообще покажется Полным говном Потому что, опять-таки, сведение огромное Вот помните, как я в вафлю не попал Вот так же и вы будете не попадать Но свои плюсы Определенного аппарата есть Хотя бы в виде высокой альфы И, в принципе, кое-какой брони Ну, и опять-таки, у нас очень много ХП А это ХП можно разменивать Пока союзники наносят какой-то там вменяемый урон Да и продавить направление на этом аппарате тоже можно В общем, моя рекомендация Подумать И все-таки, скорее всего, взять Нежели не брать Ну, 5500 это, пожалуй, многовато Но зато у вас появятся Более-менее красивый камуфляж И вам не нужно будет тратиться на оборотку То есть, просто купили Просто взяли И просто выкатили в рандом Где тут у нас этот аппарат? Вот он Сразу могу сказать, что Таран на этом аппарате Это ощущение неповторимое Но с таранами сложно Потому что все прыгают, бегают И, в общем, попасть по кому-то Это реально проблема А еще у нас низкая максималка И это бесит Ну, и на этом все А с вами был Зав Подписываемся на канал Ставим лайки И на сегодня я с вами прощаюсь Всем спасибо И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok